Ключевое событие фестиваля – большой концерт, объединяющий на одной сцене профессиональных артистов из различных городов Украины и детей, которые победили тяжелейшие болезни. У нас на базе будет около 100 детей, которые победили онкологию. Вообще, в целом, там будет около 200 человек. Это родители, артисты, сестрички, братики, деток, которые пришли это лечение. Одна из главных идей фестиваля, рассказывают его организаторы, показать на примере этих детей, что можно победить самую страшную болезнь, дать надежду на воздействие тем, кто пока еще борется за свою жизнь. Ведь желание выздороветь – один из основных факторов успеха. В свою очередь, благотворители, жертвуя деньги, дают малышам возможность пройти дорогостоящее лечение, так как зачастую у родителей на это просто нет средств. Государство выделяется в основном на химиотерапию, вот эти препараты все выделяются, но физрастворы, глюкоза, шприцы – это ложится в большей части на плечи родителей. Поэтому в основном это мы покупаем. Суммы, которые некоторые благотворители жертвуют на лечение детей, весьма существенные. Есть человек, который с 2011 года, это уже 4 года, передал на покупку оборудования, на лечение детей более 100 тысяч долларов. Просто вот однажды он увидел в магазине бокс, увидел телефон, позвонил, и вот с того времени он стал помогать. Хотя главное – не количество денег, а желание помочь. В деле спасения жизни роль играет каждая копейка. Однако тем, кто хочет оказать помощь больным детям, следует быть осмотрительными, предостерегают волонтеры. Мошенничество в сфере благотворительности, к сожалению, явление нередкое. Сейчас участили случаи, когда якобы родители приходят и просят деньги у людей. Ни один родитель, у кого тяжелобольный ребенок, он никогда не пойдет просить деньги, потому что он находится с ребенком в отделении. Чтобы не стать жертвой мошенников перед тем, как направить средства на лечение больного ребенка, следует в интернете найти отзывы о том или ином фонде, почитать рекомендации, советуют эксперты. И только в том случае, если отзывы положительные, передавать деньги на счета фонда.